дорогие друзья поговорим об осознании и личной силе прежде всего надо сказать как я понимаю нагуаль и тональ внутри нашего психического пространства это понятно что тональ это описание мира и описание мира включает в себя все наши автоматизмы шаблоны сценарии программы реагирования это массивная объемная вещь а что из себя представляет нагуаль внутри нас который тоже существует это то чувство осознания себя которое каждый из нас может ощутить если мы сфокусируем внимание на осознании самого себя мы немножко приблизимся к тому что дон хуан называет нагуалем внутри внутренним нагуалем тональ удерживает внимание в определенных границах и этим фиксирует точку сборки мы должны иметь ввиду что режим первого внимания характерный для нашего обычного состояния это состояние непрерывного блуждания хаотичного сканирования нашим вниманием окружающего пространства всей области восприятия при этом внимание наше заставляет осознание сливаться с содержаниями внешнего мира или содержание метаналя то есть первое внимание это блуждание и слияние с содержаниями первого внимания при этом параллельно эти процессы сопровождаются мыслями эмоциями напряжениями чувствами то есть это довольно объемный процесс если мы хотим переключить внимание с описание мира на осознание себя надо его прежде всего остановить все его движение и удерживать в состоянии неподвижность это непростой навык но он достигается в процессе практики для этого собственно мы и занимаемся практикой чтобы научиться останавливать внимание и удерживать его в состоянии неподвижности когда вы занимаетесь практикой ищите это состояние замечаете как ваше внимание останавливается прислушивайтесь к тому ощущению которое возникает когда ваше внимание становится неподвижным после того как внимание станет неподвижным надо заметить прислушаться к тому что находится позади вашего внимания вот позади вашего внимания и находится само осознание его надо почувствовать это что касается позиции внимания ну и техники управления вниманием с другой стороны мы должны помнить что тональ не только управляет вниманием он еще является генератором всех небезупречных чувств и эмоций и в первую очередь страха смерти и всех форм страха чувства собственной важности и жалости себе мы должны понимать что вот эти страх важность и жалость они я их называю в первую очередь как базальные комплексы как я их назвал но на самом деле за каждым из них стоит целый ряд характерных напряжений производных от страха тревоги беспокойства от важности обиды от жалости в общем ситуации порождают разного рода не безупречные чувства и эмоции мы их распознаем тем что эти чувства и эмоции истощают нас они не обогащают нас энергетически а наоборот лишают нас энергии вот это их главная черта нужно освободиться от страха важности и жалости и вот сталкинг или выслеживание себя как раз в первую очередь используется для этого для этого как раз нужно ну научиться во первых самому выслеживанию как навыку а во вторых нужно найти в себе позицию свидетеля из которой мы выслеживаем все свое психическое пространство позиция свидетеля это то состояние где вы осознаете себя и осознаете себя отстраненным от всего остального от всех продуктов тоналя от всех чувств и эмоций происходящих в вашем психическом пространстве это позиция покоя тишины и осознанности чтобы переключить внимание чтобы ощутить по-настоящему свою позицию свидетеля нужно отключить тональ то есть освободиться от страха отважности от жалости значит войти в состояние то что называл Дон Хуан и Кастанеда безупречности состояние безупречности с ним надо познакомиться в состоянии практики с ним надо познакомиться в состоянии повседневной жизни прежде всего то есть когда мы сидим на коврике и занимаемся остановкой внутреннего диалога мы вряд ли познакомимся с позицией безупречности это можно сделать только когда мы находимся в состоянии взаимодействия когда кто-то или что-то вызывает у нас пытается вызвать у нас небезупречные чувства эмоции а мы не позволяем своему тоналю реагировать на эти сигналы небезупречными чувствами эмоции вот это такое особое состояние которое нужно заметить в себе и нужно запомнить как оно переживается состояние глубокого покоя которое охватывает не только нашу ментальную область но и все тело тело дыхание сознание надо найти в себе это состояние в процессе практики и запомнить его когда наше внимание сосредоточено на сознании если у нас это получилось особенно если оно сосредоточено длительно в течение какого-то ощутимого времени точка сборки постепенно начинает смещаться собственно для этого мы и практикуем эту остановку внимания и эту сосредоточенность внимания на сознании то есть в обычном состоянии внимание сосредоточено на содержаниях осознания на содержаниях того что представляется нам внешним миром и это естественно когда мы переключаем внимание на само осознание через какое-то время точка сборки начинает смещаться таким образом внимание направленное на сознание его усиливает ну легко заметить что любое переживание на которое направлено внимание становится сильнее достаточно направить внимание на ощущение в например указательном пальце руки и через какое-то время вы почувствуете что ощущение становится сильнее или направить внимание на кончик носа и там появится ощущение даже если вы направите внимание на макушку головы и поработаете над этим через какое-то время там появится ощущение хотя там нет никаких нервных кончаний таким образом внимание усиливает то ощущение на которое внимание направлено поэтому важно с помощью внимания найти ту область внутреннего мира где находится ваше осознание и чем осознание сильнее тем больше оно будет влиять на на вашу личность и на вашу личную историю то есть тем больше оно будет трансформировать вас собственно это и есть суть магии о которой идет речь в данном случае эта сила определяет нашу судьбу в самом широком смысле нашу личную историю везучесть и вообще то что нам предстоит пережить в центре описание мира который находится внутри нас в центре нашего тоннеля мы находим самый главный элемент этого описания образ себя этот образ естественно подразумевается но его надо осознать насколько мы сами осознаем себя свой собственный образ какие мы это далеко не всегда нам понятно потому что тональ сопротивляется осознанию и это сопротивление тоналя проявляется множеством способов прежде всего через эмоциональные реакции страх гнев другие чувства депрессию через остановку когда тональ просто не хочет об этом думать это происходит по моему чаще всего то есть он отказывается мы хотим об этом подумать и вдруг наше внимание оказывается уже где-то в другой области и мы как будто это забываем вообще надо сказать что тональ мастер управления нашим вниманием и отвлечение нашего внимания когда мы забираемся в те области которые могут привести к трансформации могут усилить нашу осознанность тональ делает так что наше внимание вдруг оказывается в другом месте ну и есть такая штука еще называется состояние не понимаю как это когда тональ отказывается что-то осознавать и мы это говорим себе а я не понимаю как это делать вот в практике это часто встречается мы говорим себе я не понимаю как выполнять эту практику на самом деле этот тональ отказывается ее выполнять надо надо просто направить больше силы на сосредоточение направить больше внимания на нашу чувствительность и мы все ощутим но тональ не хочет так просто и он говорит нам не понимаю он отказывается вот тональ собирает мир это его основная функция собирает мир и образ себя с помощью делания вот здесь надо наверное сказать что такое делание и что такое неделание в концепции нашей практики делание это процесс сборки элементов сборки ощущений восприятий при одновременно при наделении их определенным смыслом когда мы собираем что-то и благодаря этому то что мы собрали обретает смысл когда я вижу стакан или когда я вижу стол это результат сборки элементов восприятия и наделение его знакомым мне смыслом неделание это противоположный процесс и ему ну наверное надо обучиться в процессе практики то есть сама наша практика является формой неделания мы прекращаем процесс сборки и прекращаем вот этот процесс наделения смыслом есть множество форм неделания самый простой это когда мы смотрим на выбранную точку например нарисованную точку на стене и прекращаем собирать визуально мир восприятия выбираем или выбираем любую точку визуального поля фокусируем на ней все свое внимание и постепенно наш визуальный мир теряет смысл это кстати связано тоже с тем что первое внимание поддерживается исключительно с помощью подвижности внимания когда внимание неподвижно даже если мы не делаем ничего специально для остановки внутреннего диалога если внимание неподвижно мы приближаемся к тишине мы приближаемся к этой неподвижности можете попробовать убедитесь в этом сами и в том и в другом случае и при делании и при неделании участвует намерение желательно заметить это намерение в себе как оно ощущается и проявляет себя когда вы чувствуете что вы намерены что-то осознать направить свое внимание куда-то вообще всякое свое намерение оно обычно незаметно и мало осознается но для практики важно его научиться осознавать намерение и управление вниманием очень тесно связаны друг с другом по сути это единый акт если вы хотите направить свое намерение на центр макушки и удерживать его там что самое главное в этом естественно участвует намерение захватываете свое внимание поднимаете его находите ощущение вызванные лучом внимание там где вы его улавливаете ну например вот я чаще всего нахожу свое внимание в центре головы и нахожу соответствующее ощущение и дальше в моем сознании внимание существует как луч и этот луч могу направить вниз в тело вперед или вверх или назад если его направляю вверх я испытываю определенные ощущения в том числе в центре макушки через который этот луч внимание проходит попробуйте найти это ощущение в центре макушки и зафиксировать свое внимание на этом возникшем ощущении если получится это собственно говоря и будет первым этапом нашей практики ваше внимание зафиксировано на центре макушки дальше этот луч идет вверх поднимается над центром и по мере усиления осознанности вы будете чувствовать не только центр макушки но и область над головой попробуйте прислушаться к своим ощущениям и в конечном итоге вам откроется некий фрагмент луча энергии чистого сознания и в зависимости от силы вашего сознания вы будете чувствовать больше меньше этого луча или этого поля в процессе практики этот луч будет все больше проступать все больше открываться становиться все более доступным вашему осознанию и в конечном итоге быть может через год два регулярной практики вы сможете почувствовать его целиком от центра макушки до центра промежности как он проходит сквозь все наше энергетическое тело в практике о которой мы говорим я выделил пять направлений собственно медитативное оно включает в себя деконцентрацию внимания концентрацию внимания ну все медитативные практики где мы работаем с вниманием с лучом внимания у меня есть техники которые я условно называю муха луч внимания сталкинг внимания сюда же относится остановка внутреннего диалога релаксация и луч внимания как прожектор который мы направляем в тело и постепенно расслабляем те или иные области тела это все относится к медитативной части медитативному направлению практики есть выслеживающее направление цель которого найти в процессе практики в себе те или иные эмоции чувства напряжение и растворить их устранить их расслабить есть направление поведенческое о котором надо специально сказать потому что когда мы занимаемся практикой очень часто возникает как будто бы два разных образа жизни когда мы занимаемся практикой мы находимся в состоянии глубокого покоя и внутренней гармонии тишины а когда мы занимаемся повседневной жизнью активностью мы возвращаемся в привычный режим реагирования то есть внутри нас два разных способа возникает вот этого не должно быть мы должны следить за тем чтобы тот покой та тишина и неподвижность внимания которую мы развиваем усиливаем культивируем в состоянии практики чтобы все это распространялось и на нашу повседневную жизнь наше повседневное реагирование понятно что это происходит не линейно не одномоментно но это должно распространяться и на нашу повседневную жизнь тоже и мы должны за этим следить вот для этого существует направление поведенческой практики то есть мы следим за тем насколько мы в повседневной жизни забываемся поэтому основная практика поведенческая заключается в сталкинге забвений насколько мы часто забываемся поначалу мы забываемся довольно часто но чем чаще мы это замечаем тем мы осознаннее вот четвертое направление это намерение здесь наша практика сосредоточена на том чтобы следить за реализацией нашего намерения сначала мы его формируем мы говорим себе я намерен быть таким я намерен сохранять покой например а затем мы следим за тем насколько нам удается реализовать свое намерение ну вот это важный момент работы поскольку намерение это часть всех наших практик и от успешности нашего намерения зависит в общем и успешность всей нашей практики я уже много лет начинаю день каждое утро просыпаюсь и начинаю с того что формирую намерение то есть с каким намерением я намерен прожить наступивший день потому что намерение это не просто фраза которую мы говорим себе намерение это настроение это состояние это атмосфера которую мы создаем внутри себя вот это все надо в себе найти создать запомнить сделать так чтобы тело это запечатлело в себе и с этим всем прожить потом это конечно все начинает растворяться исчезать но наша задача вспомнить и вызвать когда оно растворяется вызвать снова ну и так вот в течение всего дня чтобы забвений и периодов неосознанности в конечном итоге было как можно меньше да вот намерение и пятое направление практики это работа с энергией это самое знакомое потому потому что только работой с энергией многие из нас занимаются то есть мы представляем что-то стараемся почувствовать и и дальше манипулируем тем что мы почувствовали можно почувствовать в центре солнечного сплетения сгусток энергии и заставить его двигаться вверх или почувствовать на макушке сгусток энергии и заставить его двигаться вниз то есть это работа с воображением и с чувствованием и с управлением этими чувствами это очень важный момент я не хочу сказать что это не нужно но надо помнить что работает работа с энергией только в том случае если мы не забываем про все остальное про медитацию про практику работы с вниманием про выслеживание и про поведение и намерение и как правило люди не как правило люди иногда склонны игнорировать эти элементы потому что они не такие понятные и более трудоемкие а работа с энергией она как бы проще понятней поэтому мы этим и занимаемся вот надо вот все эти пять направлений о них помнить иметь их в виду и их использовать причем я считаю что из вот перечисленных пяти самые важные это ну понятно медитативная она универсальное направление намерение и поведение чтобы наша повседневная жизнь не отличалась от наших состояний во время практики насколько это возможно чем надо за этим следить мы слишком склонны забываться слишком склонны входить каждый раз когда мы начинаем небезупречно реагировать на внешний мир мы входим в автоматические состояния то есть неосознанные и это надо на это надо обращать внимание чтобы чтобы лучше осознать состояние чувства эмоции которые возникают внутри нас их надо назвать то есть найти точное слово для чувства для состояния для эмоции и если мы назвали то лучше всего если мы уже занимаемся системной практикой то и записать вот для этого я предлагаю всем вести специально дневник дневник сталкера в котором можно такие вещи записывать потому что наш тональ он еще и пытается заставить нас забыть все то что может его изменить трансформировать словесное определение чувства эмоций реакции состояния помогает нам запомнить позволяет нам это сформулировать зафиксировать и сосредоточить на этом свое внимание а чтобы не забыть мы это записываем в дневник сталкера а кроме того что мы там записываем сами небезупречные чувства возникшие эмоции мы там записываем ситуации в которых эти эмоции и чувства возникли чтобы лучше понять как устроен наш тональ в каких ситуациях в каких случаях эти чувства внутри нас возникают и почему они становятся неуправляемыми и как долго они длятся то есть еще отношения и продолжительность вот это такой вот аспект самоосознания кроме того мы еще когда начинаем осознавать себя в течение более-менее длительного времени можем составить так называемую карту тоналя то есть о чем идет речь о том как часто с какой силой и проявляются в нас разного рода аспекты наших небезупречных чувств и эмоций ну вот в самом широком плане значит я предлагаю эту карту тоналя делать так взять листик и разделить его на пять частей для пяти основных категорий чувств эмоций и проявлений активности тоналя первые три очевидные и понятные да это страх смерти и все формы страха и беспокойств связанных со страхом второе это чувство собственной важности и все формы беспокойств связанных с чувством собственной важности третье это жалость к себе и все формы беспокойств связанных с жалостью к себе а вот четвертое это убеждение Убеждения, которые стоят за этими всплесками небезупречных чувств и эмоций. Когда вы испытываете либо страх, либо уязвление важности, либо жалость к себе, вы можете задать себе вопрос, почему я это чувствую. И в виде ответа чаще всего внутри нас рождается что-то вроде убеждения. Ну, потому что, например, мир должен быть справедлив. Или потому что я не должен так поступать. Или другие люди должны быть, нам не знаю, добры ко мне. Или еще что-то в этом духе. Вот этот ответ, который мы сами себе даем, это является нашим убеждением. Эти убеждения чаще всего многообразные, разнообразные. Но не надо стесняться этого. И, короче, надо их записывать. Надо их фиксировать. Во всех их формах. Их можно записывать карандашом, потом можно стирать, потом можно корректировать и так далее, и так далее. Но фиксировать их надо, чтобы понимать, как внутри нас работает тональ. Что вот через такие убеждения. А за убеждениями, в свою очередь, стоят ценности. То есть, что для меня самое важное в той или иной ситуации. Для кого-то в какой-то ситуации важна дружба. Для кого-то важна материальная сторона. Деньги, например. Или еще что-то. Покой. Короче, вот эти ценности мы тоже отмечаем в пятой части этой карты. Она тоже меняется в разных ситуациях. Мы выбираем разные ценности. И я бы советовал в течение, ну, по крайней мере, первых нескольких месяцев практики записывать все, что в голову придет. Чтобы потом посмотреть на эти записи и понять, что доминирует. Это касается и убеждений, как видите, это такая системная работа по самоосознанию. Она имеет два смысла. С одной стороны, прямой смысл. То есть, мы начинаем все больше и больше понимать содержание своего внутреннего мира. И второе, самое главное, мы все больше усиливаем то, чем мы осознаем. То есть, самоосознание. Вот вместе с осознанием возрастает наша личная сила. Когда мы действуем, осознавая себя, характер наших действий, поступков меняется. А вместе с изменением характера поступков и действий меняется сама личная история, что легко заметить. По крайней мере, через некоторое время мы все это замечаем, что мы становимся другими. Ну, вот, пожалуй, на этом я и закончу свое короткое выступление по поводу осознания и личной силы. Осознание трансформирует нас. И вы это почувствуете, если будете заниматься усилением осознания. Счастливо! Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»